Насилие – это не всегда побои и секс по принуждению, как принято считать в нашей стране. Эксперты выделяют также психологическое и экономическое насилие, когда личные границы нарушаются, а потребности человека нивелируются. Унижение, оскорбление, обвинение – наиболее частое проявление скрытого насилия. Как правило, сам процесс достаточно однотипен домашнего насилия. Это всегда будет некое напряжение, возникающее в паре. Это всегда будет после этого некий триггер, запускающий это насилие. Какой-то такой момент, как последняя капля, которая эту бочку и взрывает. Этот шарик, последний глоток воздуха, который мы надуваем в шар, и он взрывается. И после этого, как правило, происходит следующее. Идет такой катарсис, примирение определенное. После этого цикл повторяется, рассказывает Никита Пермяков. И также добавляет, что, скорее всего, люди просто не умеют снимать накопившиеся напряжения и проблемы по-другому. Если это триггеры, которые указывают на психологическое насилие, экономическое насилие, и нет еще пока угрозы жизни, в этот момент что нужно сделать? Ну, минимум это осознать, что есть проблема, и обратиться в общественную организацию для консультации. Если вы понимаете, что пойти к психологу, который укажет и подскажет, какие дальнейшие должны быть действия, ну, по крайней мере, на уровне психологии. Психолог добавляет, что в отношениях всегда сложно сказать, кто прав, а кто виноват. А чаще всего партнеры находятся в так называемом треугольнике Карпмана, примеряя на себя амплуа жертвы, агрессора или спасателя. Ну, допустим, женщина очень часто может думать о том, что, если мужчина выпивает, что я ему помогу, я его спасу. Кто она в этот момент? Спасатель, правильно? При этом в какой-то момент она, скорее всего, станет жертвой. Почему? Потому что этот мужчина превратится в агрессора. Мы постоянно меняемся ролями. И первый путь к тому, чтобы понять, что есть проблема, это, в принципе, признать, что проблема есть. Что касается глубинных причин, которые заставляют людей вступать в деструктивные отношения, это семейные сценарии. Ведь модели поведения с партнерами мы усваиваем именно от родителей. В семье, где есть домашнее насилие, и как девочка, так и мальчик, в будущем, скорее всего, возьмут такую роль, как жертвы, так, допустим, и агрессора, контролера. Вот. Это первый момент, что, конечно же, все мы родом из детства. Второй момент, то, что сейчас мы хорошо наблюдаем, хорошо стало видно, это, конечно же, такая общая социальная тревожность в отношении той же эпидемии коронавируса, да, это экономические проблемы в многих семьях. Если в случаях физического насилия психологи рекомендуют сразу уходить от агрессора, то с психологическим все неоднозначно. Ведь отношения в каждой паре индивидуальны, и здесь готовых решений специалисты не дают. В этом случае может помочь обращение к специалисту, психологу или психотерапевту. Продолжение следует...